Всем привет! Вещают. Могилевские хроники. Сегодня мы поговорим о парке Горького. Здесь мы не просто так, а хотели бы в формате монолога обсудить судьбу этого вполне привычного для горожан места отдыха. Уместно сделать небольшую историческую подводку для понимания масштабов происходящего. И хотя я уже выпускал материал по данному парку и по укреплению, а также замчищу, конкретно в этом выпуске будет немного иной контекст и более углубленные детали. Замчища – это место первичного формирования нашего города. Место действительно было выбрано удачно. Природный ландшафт создает предпосылки для будущего поселения. К слову, хронологии. Попытки здесь хоть как-либо обнаружить культурный слой раньше 10-го столетия не увенчались успехом. Тем не менее, находки керамики, предметов материальной культуры указывают на то, что замчища начало заселяться примерно с 11-го столетия. А к первой половине 13-го столетия там уже сформировались деревянные оборонительные укрепления, которые были сожжены во время северного похода монгольских войск в 1239 году. И не стоит удивляться этой дате. С высокой долей вероятности могилев как поселение возникает значительно раньше 1267 года. Чтобы не быть голословными, обратимся к археологическим исследованиям Игоря Александровича Морзалюка. Исследования показали, что в конце 10-го начале 11-го столетия на горе Могила были возведены первые укрепления. Могила на старо-белорусском означает возвышенное место или же курган. Перед возведением вся площадь обожжена ритуальным костром. На это указывает угольная прослойка. С южной стороны был насыпан вал. Таким образом, как подытоживает исследователь, формирование поселения приходится на конец 10-го, начало 11-го века. А в течение двух последующих столетий оно активно развивалось. Касательно датирующих находок. Наиболее значимой здесь является бронзовая подвеска с изображением княжеской атрибутики. Трезубца Владимира Красное Солнышко. Из этого следует, что подвеска может быть продатирована не ранее 988 года и не позднее 1015, когда княжев Владимир. Такие подвески носили мечники. Это лица княжеской государственной службы, имевшие судебное полномочие, а также обязанные собирать налоги. Это означает, что представитель княжеской администрации исполнял свои функции в Могилеве не позднее 1015 года. Позднее на этом месте уже в 1526 году начинает строиться замок, и к 18 столетию и вовсе формируется мощная система укреплений. Уже во времена Российской империи, в середине 19-го столетия, в этом историческом месте будет заложен сад. Значит, памятник истории будет сохранен, парк очень сильно пострадал во время Великой Отечественной войны. Здесь сначала проходила линия обороны наших войск, а потом, когда немцы уходили, здесь стояли немецкие орудия, были вырыты многочисленные траншеи, а сами деревья практически все были срублены для строительства укреплений. В советское время в парке был летний театр и карусели, и когда это все строилось, то большую часть слоя выкопали бульдозерами. О сохранении истории и культурного слоя в то время особо не задумывались, хотя археологические исследования все же проводились. Сенсационными стали открытия 90-х годов и начала 2000-х. Именно тогда замчище основательно изучалось археологами. И в эти годы были сделаны наиболее важные для истории города открытия, в том числе и фрагмент Плимфы. Это небольшой по толщине продолговатый кирпич, из которого строили здания. Игорь Морзалюк осторожно предположил, что из кирпича в 12-13 столетии на замчище могла быть построена церковь. Но это лишь предположение, ведь массового материала от разрушенного фундамента в раскопе найдено не было. История имеет свойство повторяться. Именно так произошло вновь. И культурный слой и памятник археологии города вновь подвергся частичному разрушению. Об этом событии свой критический взгляд отразила крупнейшая газета в республике «Советская Беларусь» за 2007 год. Цитирую. «В Могилевском парке имени Горького возводится храм святых царственных мучеников и всех новомучеников-исповедников 20 века». Дело это благое. Другой вопрос, что парк, где идут строительные работы, это не просто кусок земли, а историко-культурная ценность республиканского значения. Поэтому все строительные работы должны предварять археологические изыскания. До недавнего времени так и было. На месте котлована по церковь ученые поработали еще в 2004 году. Однако имеющегося пятна застройки оказалось маловато, и одним махом котлован расширили. Экскаватор прошелся по площадке в 85 квадратных метров. Весь культурный слой толщиной около 2,5 метров оказался на свалке. И хотя отвалы впоследствии тщательно перебирались археологами и волонтерами, и удалось даже найти порядка 400 находок, а сколько еще могло быть потеряно? Вопрос открытый. Фактически получилось, что из книги, рассказывающей об истории города, вырвали несколько страниц, считает заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия и реставрации Министерства культуры Игорь Чернявский. Какими бы интересными ни оказались находки, найденные в грунте, они вырваны из общего контекста. Их уже невозможно привязать, например, к конкретному строению, стоявшему на месте, где ведется строительство. После того, как о произошедшем стало известно Министерство культуры, Могилев на имя председателя православного прихода за подписью заместителя министра Владимира Грядюшко пришло предписание с требованиями прекратить работы на территории историко-культурных ценностей, обеспечить проведение археологических работ в зоне разрушения культурного слоя. Сейчас строителей на площадке нет, но как получилось, что при возведении храма был нарушен закон. Этот вопрос тоже остается открытым и по сей день. И вот спустя многие годы мы вынуждены вернуться вновь к назревшей проблеме. В начале текущего года на сайте Могилевского горосполкома появилась информация о предстоящем общественном обсуждении, архитектурно-планировочной концепции, форме информирования физических и юридических лиц и изучении общественного мнения по объекту реконструкция парка имени Горького с возведением музейного комплекса и благоустройством территории в городе Могилев. Был предложен проект того, как это должно выглядеть. Организация заказчик управления капитальным строительством города Могилева. Согласно проекту предусмотрено строительство музейного комплекса с благоустройством территории в парке Максима Горького. Будущее музейное пространство должно погрузить посетителей в эпоху 20-го столетия и познакомить с событиями Первой мировой войны, а также находившейся в Могилеве верховной ставке главнокомандующего и жизнью царской семьи в Могилеве. Центральная входная группа расположится со стороны парка, центрирована относительно оси действующего храма. Сам комплекс будет ниже уровня земли, а сама конструкция развивается вокруг храма. Относительно строительства и любых видов работ на территории охранных зон на том же сайте горосполкома имеется следующая информация. При осуществлении деятельности на территории недвижимых материальных историко-культурных ценностях и в зонах их охраны не должно допускаться ухудшения условий восприятия этих историко-культурных ценностей, включая создание препятствий для визуального восприятия их объемно-пространственных особенностей, элементов и деталей архитектурной декора. Вписывается ли данный проект в общую палитру постройок исторического центра? Напишите свои мысли в комментарии. Естественно, что такие неожиданные новости встречаются горожанами и неравнодушными людьми с недоумением. Существует петиция, которая четко и по пунктам разъясняет всю сложившуюся ситуацию. С 2005 года в проекте охранных зон исторического центра Могилева любое строительство на площади Славы, бывшей советской, запрещено, за исключением научно обоснованной реставрации утраченных зданий. Так в 2008 году была реконструирована и возведена городская ратуша. Памятники эпохи классицизма, которые появились на площади во времена Российской империи, а именно дом губернатора и губернское правление, постановлены не были, да и вряд ли уже будут. Весь ансамбль самой площади уже сформирован. Создана зеленая зона и памятные монументы. Концептуально, если бы было восстановлено хотя бы одно из перечисленных зданий, то именно в нем можно было создать как раз-таки ту самую экспозицию, посвященную Верховной Ставке Российской империи и деятельности Николая II в Могилеве. Согласно проекту охранных зон исторического центра, утвержденного в 2023 году, территория Могилевского замка, на которой построен парк, попадает в первый участок охраны зоны. Согласно правилам этой зоны, запрещается разрушать, наносить ущерб и ухудшать техническое состояние историко-культурных ценностей. Согласно другому положению, на территории запрещается возводить новое здание, периметральные застройки кварталов при наличии архивных и библиографических материалов об утраченном исторически значимом здании. При этом башни и стены существовавшего замка имели историческое значение в периметральной застройке замчища. Проектом также предусмотрен средство ландшафта, на котором будет построен основной этаж музейного комплекса. Все это является очевидным и неправомерным изменением исторического ландшафта парка. Довольно взвешенные аргументы приводятся в тексте. С полным текстом можно будет ознакомиться, перейдя по ссылке в описании материала. Конечно же, это далеко не окончательный проект. И самое важное, он еще не подписан к реализации. Второй этап общественного обсуждения состоится как раз таки в сентябре. Может какие-то отдельные положения будут пересмотрены, а возможно проект не будет реализован. Время покажет. А какие еще могли быть перспективы у городского парка? Реконструкция городского замка? Звучит привлекательно и исторично. Но за годы существования здесь храма территория вновь стала местом отдыха и умиротворения. Достаточно сложно сделать достойную историческую реконструкцию, а тем более приспособить ее под нужды современности. На мой взгляд, идеальный исход – это сохранение здесь городского парка.